Доброе утро, друзья, приветствую вас всех. Сегодня мы делаем хатху бодрящую, воскресную. В общем, сегодня воскресенье 10 утра, я бодра и весело уже постаралась. Сейчас буду делать все, чтобы взбодрились и проснулись вы. Поэтому расстилайте свои коврики или на чем вы это будете заниматься и аккуратно располагайтесь, без резких движений. Что характерно для утра, просыпаться нужно аккуратно. Отсаживайтесь на свое место, собственно, так чтобы видно вам было у меня полностью. Если вы думаете, что инструктора йоги всегда бодрые и веселые с утра, вы сильно шиваете. Все стартарь йоги такие же люди, как и все остальные. Я, например, трудно встаю с утра, мне очень сложно. Я вечерний человек, то есть время моей активности наступает после восьми вечера, такая наибольшая активность. Поэтому, если приходится вставать утром, а утром вставать обычно есть зачем, то у меня всегда есть такой небольшой трюк. Я не люблю натужно, резко начинать утро. Я с вечера аккуратненько стилю коврик себе возле кроватки. Утром так брык скатываюсь на этот коврик и медленно, вяло, куда не спеша начинают движения. Движения с каждым разом становятся все более глубокими, интенсивными. Тело просыпается, и я люблю делать с утра несколько руководителей на мускарх динамического комплекса. Если первый комплекс идет достаточно так со скрипа, бржава немножко, тело жесткое, потом начинаешь, и не хочется его рвать даже, не хочется его слишком натягивать и перенапрягать, то делаешь второй комплекс, уже чувствуешь, тело чуть проснулось, оно уже более мягкое, более податливое. Делаешь 3-4 комплекса, если делаешь 5, то вообще просто ты великолепен. Даже если есть время на 3 комплекса, а это занимает 10 минут от силы, обычно 7-9. И это другое качество жизни с утра, это кофе отдыхает, утро начинается не с кофе, как говорят йоги. Утро начинается с приятной, бодрящей телопрактики. Меня зовут Анна Девятая. Я смотрю, уже достаточно много людей присоединилась. Я инструктор международной школы йоги в Бюлите. Если кто-то смотрит меня впервые, здравствуйте. Если кто-то смотрит меня не впервые, здравствуйте еще раз. Мы сегодня будем с вами бодриться, просыпаться. Я не собираюсь делать зубодробительной йоги, чтобы были к концу занятия бодры, но при этом не перенапрягли. Мы мягенько в одном занятии, поэтому приготовьте себя, свои пижамки, в чем вы там занимаетесь, приготовьте свои коврики, располагайте тельце. Если она уже проснувшаяся хорошо, если не проснувшаяся еще, лучше мы его разбудим и начнем заниматься. Садимся. Мы начинаем наши занятия теперь в 9 утра по Украине, в 10 по Грузии, все остальные страны плюс-минус прибавляйте в зависимости от вашего часового пояса. И это второй такой сет хатха-йоги, который мы делаем с командой йоги без границ. То есть в этой команде у нас есть куча людей, инструкторов, которые живут в самых разных городах и странах мира и даже, я скажу, больше на разных континентах. И это вот Грузия, это Украина, это Германия, это, что у нас есть, Австрия, Эстония, Канада, Дубай, Россия и, может быть, что-то еще есть, так сразу не помню, потому что у нас действительно много. И вот каждое утро будет хатха-йога для пробуждения вот в то самое указанное время с особенной изюминкой от каждого отдельного инструктора из разных континентов. Это что-то свое интересное, поэтому планируйте свое время. Я обожаю просыпаться с хатха-йогой, что и вам всем совет. Сегодня мы ведем трансляцию, я веду трансляцию, да, из Грузии, а вы все занимаетесь по всему миру. Я буду очень рада, действительно, счастлива увидеть мелкими-белкими буквами вдалеке, в ноутбуке видно, как вы мне шлете сейчас вам привет и доброе утро, good morning. Мне будет очень приятно, если вы поприветствуете меня из своей страны. Напишите, из какого вы города или из какой местности, да, вот было понятно, кто с нами занимается, потому что ощущение совместного занятия просто незабываемо, когда есть понимание, с кем мы занимаемся. Да, если так ощущение, а когда есть понимание, это вообще феерично. Окей, прессное слово закончено. Высаживаемся аккуратненько на коврик, потянулись вверх макушкой. Медленно так растягиваем позвоночник. Опять же, никуда не спеша, без надрыва. Но стараемся просмотреть внутри весь позвоночек от нижних позвонков к верхним и выстроить его в одну линию. Тик-тик-тик-тик-тик внутри, прошлись внутренним взором. Выстраиваем глубокие вдохи и глубокие выдохи. И планируем вести все занятия примерно в одном ритме вдохов-выдохов. Настолько глубокие, насколько вы можете, но не настолько глубокие, что вам потом захотелось отдышаться. Вот комфортно глубокие. Вовлекаем во вдохе и выдохе живот, грудь, ключицы, живот, грудь, ключицы. Вкладываем руки в джинана мудру. Середина ладони прикрывается средним пальцем. Большой и указательный палец вместе сжимаем их до ощущения пульсации между ними. Мизинец и безымянный пальц натягиваем в пол. Заворачиваем локтевые ямки внутрь. Пространим руки. Теперь выталкиваемся от коврика тыльными сторонами стоп. Собираем мышцы пресса. Подтягиваем их. Под любым пузом будет пресс. Можете себя прямо потрогать. Есть ли там пресс? Где он? Найти его. Есть. Отлично. Подтянулись лобком к нижним ребрам, собрали лопатки. Ниже лопатки можно приставить карандаш. И мы его зажимаем за всех сил, чтобы он не выпал. И удерживаем его там до конца занятия. И делаем круговое движение плечами. Подтянули плечи вниз. Основание черепа подтянули назад. Растягиваем шею, макушку вверх. Закрываем глаза. Осознаем себя здесь и сейчас, в этом месте. В том месте, где вы занимаетесь. И также в пространстве занятия. В совместном пространстве занятия. Распределяем внимание по всему телу. От макушки до кончиков пальцев конечностей. Убираем все оттоки энергии. Все мысли, незавершенные дела. Все разговоры, которые у вас в голове есть. Возможно. Все откладываем на время. На потом. После занятия. И формируем намерение в ближайший час посвятить себе. Еще глубже дыхание. Живот, грудь, ключицы. Стараемся не забывать. Выстраивать дыхание. Живот, грудь, ключицы. Вдох. Живот, грудь, ключицы. Выдох. Просматриваем все тело по поверхности. Актуализируем кожу. Тактильные ощущения. На кожу всю поверхность кожи. Каждый сантиметр. Актуализируем тактильные ощущения. Соприкосновение с одеждой. Если у вас есть открытые части тела. Актуализируем тактильные ощущения. Соприкосновение с воздухом. А соприкосновение с тем местом, на котором вы сидите. Будь это коврик, пол или ковер. Актуализируем наличие у себя костей, мышц. Внутренних органов. Динамических процессов в теле. Таких так дыхания. Просматриваем, как воздух входит и выходит из легких. Актуализируем процесс пищеварения. Прослеживаем, где в вашем теле сейчас находится тот самый завтрак или та самая кружка кофе, чая, что вы уже успели выпить с утра. Просматриваем процесс кровообращения. Актуализируем, как кровь течет по венам, артериям, капиллярам по всему телу. Актуализируем вес тела, размер своего тела, то давление, которое вы на коврик оказываете. И постепенно перемещаемся вниманием в область макушки. Макушку расслабляем. Расслабляем кожу головы. Расслабляем лоб, лицо, особенно щеки. Можно даже рот приоткрыть. Расслабляем челюсти, язык. Расслабляем уши, шею, плечи, грудную клетку. Прошли с вниманием по рукам, от плечей, кодиков пальцев тоже их расслабили. Можно подсобить локти. Расслабляем полностью весь корпус, живот, ясничку, тазовую область, бедра, колени, икры, лодыжки. Ноги до кодиков пальцев. И теперь, настраиваясь на занятия, вспоминаем приятное, душевное переживание. Что-то, что случилось с вами недавно, так и греет вашу душу, заставляет улыбаться. Что-то, что вас восхитило или умилило. Вспоминаем это переживание и улыбаемся. Если растянуть губы в улыбке, это помогает взять правильный настрой. И мы опускаем свое внимание в область грудной клетки. Удерживая это переживание. И теперь так же искренне, так же душевное тепло улыбаемся себе. Как тело со всем тем набором параметров, которые у вас есть, весом, ростом, вашими объемами, вашими формами, вашим возрастом. Улыбаемся всем людям, которые находятся в пространстве, где вы есть, всем вашим родственникам, может быть, соседям, может быть, людям, которых вы можете слышать, но которые непосредственно не являются участниками занятия. Улыбаемся всем людям, которые являются участниками занятий. Улыбаемся всем, кто находится в пространстве занятий сейчас, сколько нас. Ну, совершенно много, я смотрю, в онлайне занимается. Улыбаемся всем людям, которые занимаются йогой сейчас с нами. И вообще всем людям на земле и всему миру. И теперь с таким хорошим, мягким, приятным настроем складываем ручки вместе и начинаем их растирать. У меня на руках такие полуперчаточки, которые помогают не скользить. Вообще, если занимаешься йогой давно, начинаешь подтягивать разные девайсы, которые помогают сделать хатха-йогу более удобной, более приятной. Но не зависит от того, есть у вас перчаточки или нет. Растираем руки. Хорошо, хорошо растираем руки. До горячего, пока не почувствуете дым между пальцами прошел. И потом начинаем. Делаем полный вдох. И на этом вдохе мы кончиками пальцев, пальцы крабиком, но мы этими кончиками пальцев простукиваем грудную клетку. Гулка-гулка. Делаем полный вдох. Выдох не делаем задержку дыхания. Растираем грудную клетку. Везде, впереди, влоком, сзади. На выдохе опять простукиваем кончиками пальцев грудную клетку. Сейчас мы немножко усложним. Мы будем на вдохе кулачками простукивать грудную клетку. На задержке кулачками же растирать. На выдохе опять же кулачками простукивать. Но еще и со звуком «А». Будет это, собственно, звучать как «А-а-а-а-а-а-а». Таким образом мы провибрируем внутреннюю поверхность шеи, голосовые связочки. Даже проснуться с утра. Давайте пробуем все вместе. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а». Есть. Хорошо. Теперь встаем. Встаем, разминаем стопы. С носочков на пятки перекатываемся. Перетаптываемся, перетаптываемся с одной ноги на другую, перетаптываемся на внешних поверхностях стоп. Это не очень зрелищное мероприятие, но, в принципе, мы это делаем не для того, чтобы это выглядело красиво, а для того, чтобы это классно ощущалось, здорово себя чувствовали впоследствии. По внутренним поверхностям стоп тоже выглядит так не сильно инстаграмно. Но мы никому и не покажем. На пяточках перетаптываемся и на пяточках идем к передней поверхности коврика, к переднему краю коврика, заворачивая хорошенечко носочки на себя. Идем назад. Если у вас под ногами есть разные текстуры, пробуйте разные текстуры. То есть коврик один, может быть ковер, может быть нужно сойти на пол, потоптаться, может быть у вас там детские игрушки лего под ногами, под ним тоже потоптаться, или носки, или что-нибудь еще. Прикольно менять текстуры. Дальше, точно так же меняя текстуры, мы проходимся по коврику вперед на носочках. Опять хорошо продавливая каждый шаг, делаем ответственно, продавливаем всем весом тела поверхность ноги, на которой мы сейчас перетаптываемся. И теперь полностью всей стопой с пятки на носок перекатываясь, опять пробуйте текстуры. А вот я ухожу с коврика, у меня один коврик одной текстуры, другой другой текстуры. Теперь у меня холодный и гладкий пол, теперь у меня теплый и мягкий коврик, теперь у меня теплый и жесткий коврик. Вот что у вас возможно там поперетаптывать, то и поперетаптывать. Можно пальчики друг к другу. Хорошо. И теперь делаем такой легкий бег на месте. Очень легкий. Но каждый шаг делается чуть выше пяточка к попе. Еще выше. И раскладываем руки жена на мудру, ту жена на мудру, которую мы начинали занятие. И делаем бег чуть более интенсивный. Весь вид начинает выпадать из ушей наушники. Ничего страшного, не пугайтесь. И теперь добавляем к этому бегу еще и резкие выдохи животом. То есть каждый выдох у нас, это выдох животом, достаточно резкий. И постепенно заканчиваем. Ставим ноги широко, шире плеч. Еще чуть шире, еще чуть шире. Собираем руки через сторону вверх. Поднимаемся вверх пальчиками, каждый пальцем отдельно в потолок. И теперь расслабляем корпус и бросаем тело вниз. С резким выдохом. Делаем еще раз. Это называется выдох Ха. И мы выделаем еще разочек с полной ответственностью, бросая весь корпус вниз. Есть, хорошо. Снимемся на ногах сейчас. Опять никуда не спеша. Можно поставить ноги так, чтобы вам было удобно на ширину плеч. Можно вместе. Внимание, все в плечах. Делаем круговые движения плечами. И сзади, когда у нас плечи ближе всего друг к другу со стороны спины, делаем на полсекунду задержку. И еще дожимаем лопатки между собой. Упорядочиваем дыхание так, чтобы у нас движения наслаивались на дыхание. И наоборот, мы не подстраиваем дыхание к движению. А нам дыхание все время в одном ритме, а движение сверху. Хорошо. Берем руки в замочек. Чуть перекатываем этот замочек. Замочек переплетаем пальцами. И делаем так. Делаем чуть более интенсивные вращения. А вот складываем руки ладонями друг к другу. Припечатываем от основания ладони до кончиков пальцев. И идем вниз. Вдавливаем ладони, конечно. И движемся вниз основаниями ладоней к животу. Еще ниже на выдохе. Делаем полный вдох. Еще ниже на выдохе. До того момента, пока вы не почувствуете хорошо, натягивается зона запястья. Дальше уже не могу. Если не могу, появится сладкое ощущение натяжения. Останавливаемся в этом положении. Направляем внимание в натянутую зону. Полностью все ваше дыхание концентрируем. И все внимание концентрируем на этом месте. Глубоко продышиваем до ощущения еще большего натяжения. Такое сладкое натяжение изнутри. И еще больше опускаем. И на каждом выдохе на миллиметр ниже. И еще на миллиметр ниже. Вдавливаем каждый палец. И еще вдавливаем, и еще опускаем. Поднимаем руки вверх. Встанавливаем. Замочек. Наискосок. Повыворачивали. Есть. Теперь через стороны руки натягиваем. Не носками, как это называется. Кончиками пальцев. Кончиками пальцев вытягиваем руки по бокам. Основание ладони вниз. Локти стараемся не переразгибать. В локтевой ямке внутрь смотрят. И мы начинаем на вдохе медленно поднимать руки. Не сгибая пальцы. Пальцы натягиваются. Каждый палец натягиваем. Но держим их вместе. И равномерно приподнимаем руки. К ушам. Опускаем плечи, когда руки оказались вверху. Еще сознательно опускаем плечи. Собрали пузо. Собрали лопатки вместе. И доводим руки до того положения, когда у нас пальчики коснутся друг друга. Вот так, чтобы было видно. Не бойтесь, вы не промахнетесь. Если вы даже не с первого раза коснетесь пальцами друг друга, где-то сделаете так, по-любому вы найдете. Даже если вы стоите в небе перед зеркалом. Нашли пальчиками две руки. Опустили пальцы еще чуть ниже. Ближе к голове. Почувствовали сладкое натяжение в пальцах. И начинаем на выдохе. Медленно. Руки опускать. Стараясь их удерживать ровными в локтях. Пальцы ровные удерживаем. И на выдохе опускаем. Останавливаемся в положении параллельно полу. Делаем полный вдох. Доктуризируем ощущения. И движемся дальше вниз. Хорошо. Сзади берем себя в замочек. Тот же самый замочек с перекрещенными пальцами. За спиной. Собрали пресс. И потянулись замочком в пол. Раскрыли грудную клетку. Потянулись за макушкой. Посмотрели лицом по 45 градусов вверх. Если перед вами окно, посмотрели на солнышко. Еще потянулись вниз. Руками грудную клетку раскрыли. А пресс держим собранным. Наша задача сейчас почувствовать грудную клетку впереди и сзади. И еще делаем усилие. Опускаем усилие следующего характера. Еще, чтобы почувствовали ощущение в верхней части грудной клетки, где крепятся большие грудные мышцы. И распускаем. Замочек потянули руки вверх. Потянули руки вверх. Потянули руки в стороны. За каждым пальцем вытягиваемся. Опять собрали пресс. При этом не проваливаемся вперед. И грудную клетку потянули так, чтобы вы... Можно чуть под разными углами. Одну руку чуть выше, другую руку чуть выше. Потом стараемся выстроить руки на одном уровне. И собрать лопатки, опустить плечи. Потянули руки назад. И еще чуть назад. И еще чуть назад. Собственно, снаружи ничего не происходит. Если ваше домашнее на вас сейчас посмотрит, вы практически везде лечите. Но только вам одним известно, если вы занимаетесь, как на самом деле это ощущается внутри. И еще собрали лопатки. Потянулись руками назад. Локти прямые. И еще делаем большой вдох на выдохе назад. Большой вдох. Раскрываем рудную клетку на выдохе. Чуть назад. Но руки не параллельно полу, а все-таки чуть выше. И еще чуть назад. Собираем руки вместе. Ладонями друг к другу. Очень хорошо. И теперь потянулись чуть в одну сторону, чуть в другую сторону. Раскрываем боковую поверхность тела. Подмышки. Дотягиваем. Мягко, попеременно наклоняемся стороны в сторону. Но руками продолжаем вдавливать ладони друг в друга. Это перевалочное. Вправо-влево. Делаем чуть больше, чуть амплитуднее движение. Вправо-влево. При этом собран пресс, при этом грудная клетка, серединка между груди. Точка между двух половинок груди тянется вперед. Подмышки вперед. Макушка вверх. Удлиняем шею. Еще бок неваляшка попереваливались. Складываем руки. Берем себя за локти. И также попереваливались в одну-другую сторону. Дотягивая локти. Здесь, смотрите, какая фишка. Здесь можно рукой локоть себе дотянуть. И еще более вкидно дотянуть боковую часть тела. Опускаемся в другую сторону локтем. Потянули себя чуть ниже. И дотянули боковую часть тела. Собрали пузо, грудную клетку вперед. С тем же успехом повторяем в другую сторону. Раскрываем подмышки. Грудная клетка вперед. Пузо собрано. Еще раз в другую сторону. Теперь скручиваемся вокруг оси позвоночника. Тазовые кости вперед. Подвздошные кости. Вот эти две косточки смотрят вперед. А мы скручиваем голову и грудную клетку. Если у вас что-то захрустело, вы правильно делаете. То есть суставы заработали. Окей. Хорошо. Садимся. Садимся, опускаемся на коврик. Удобно себя умачиваем. Устраиваем. И теперь сейчас, когда сели, только актуализируем, как ощущается верхний плечевой пояс, как ощущается живот, как ощущаются ноги. Вот если мы с вами начали, вы со мной начали, да, и мы делали все вместе, и мы ничего не пропускали, должен гораздо лучше ощущаться верхний плечевой пояс. Вот эта вся зона. А сейчас будем обращать внимание на более нижние части тела. Уберем свою ногу. Правую. Желательно. Хотя по вашему желанию. И выкладываем ее стопой вверх перед собой. Особенно так, чтобы было видно. Стопой вверх разворачиваем. Ну, опционально. Если получается вверх, хорошо. Если нет, то стопа в сторону. Наверное, главное, чтобы стопа была без носочка. С носочком это очень сильно скрадывает активные ощущения. Вообще любые операции взаимодействия с кожей лучше делать с открытой кожей, да, потому что кожа еще дышит. Помимо того, что это орган, который нас защищает, да, это еще и дыхательный орган. Мы начинаем плавно пальчиками трогать себе правую стопу. Проходим все по ней. Это как будто бы пальчиками, знаете, по столу. Барабание тела также. Мягко барабание по стопе. Чуть интенсивно начинаем по стопе похлопывать. Еще чуть более интенсивно начинаем по стопе постукивать кулачком. И теперь кулачок вворачиваем. И вот костяшками кулачка начинаем въезжать по кругу, делать вворачивающие движения во всю стопу. Хорошо. Одну ногу смотрели. Вторую ногу точно так же. Кладем стопу перед собой. Сначала постукиваем кончиками пальцев. Мягенько. Будем стопу. Потом будем стопу более серьезными похлопываниями. Потом мы говорим, стопа вставай. И кулаком ее. По чуть-чуть, понемножку. Нежестоко. Так, чтобы вам было приятно. Регулируйте скорость и силу нажатия. Вот только вы знаете, насколько плотно или насколько жестко, или насколько легко вы любите, чтобы вас пошлепали. Или вы сами себя пошлепали в данный момент. Сейчас формируем кулачок и костяшки. Вворачиваем себе в стопу. По кругу хорошо вворачиваем. В самомассаж. Хорошо. Два стопы разбудили. Две стопы ставим вместе. Подтягиваем как можно ближе к паху. Можно сделать следующий финт. Если вы понимаете, что у вас стопы близко к паху не подтягиваются, как у меня после много лет занятий йогой, можно опереться на стопы и тело по воздуху поднести ближе к стопам. Как бы вы ни сели. Очень близко стопами к паху или не очень близко стопами к паху. Берем их вместе руками. Сжимаем стопы друг к другу. Друг в друга. Или всей поверхностью, если получается. Если не получается, то какой-то частью стопы. И начинаем плавно делать маленькие, малоамплитудные движения, покачивая колени в пол. В этом положении собрали пресс, потянули середину грудной клетки вперед, плечи потянули назад, макушку вверх, стягиваем шею, делаем более амплитудные движения. И еще более амплитудные движения будем тазобедренную область. И еще более амплитудные движения. Хорошо. И теперь в статике это же самое упражнение мы делаем. Мы собираем пресс и прессом подняемся к стопам. Возможно, снародим к прессу, если получится. Но прессом к стопам первичнее. На выдохе собираем пресс. Еще и еще дотягиваемся плечами назад, а прессом вперед. Полный вдох. Плечами назад дотягиваемся. Прессом вперед. И должно быть ощущение хорошее такое, потягушечное в паху. Да, вот те мышцы, которые приводят ноги. Должны сейчас хорошо почувствоваться. Если не почувствовались, добавляем натяжение, добавляем движение вперед. 1 мм, 2 мм, 3 мм. Еще на выдохе. Но смотрите внимательно, чтобы не было сутулости в плечах. Мы тянемся вперед исключительно животом. Есть. Хорошо. Складываем ноги в сукхасан. То есть вот такая поза по турецке. Перекрещиваем ножки. Скруточку делаем. Кладем правую руку на левое колено. Скручиваемся. Всеми отделами позвоночника потянулись глазами к левому уху в том числе. Делаем скруточку в другую сторону. Скручиваемся, отделы позвоночника потянулись правым глазом. К правому уху. Возвращаемся. И встаем на коврике. Сейчас, если вокруг вас ходят домашние, животные, родственники, дети, можно попросить их присоединиться, потому что мы будем делать более активные. Если кто-то сидит на вашем коврике, может тоже попросить постелить свой или начать делать вместе, потому что мы будем делать более амплитудные движения. Смотрите, чтобы вы своих домочадцев не зашибли ногами и руками. Если они не соглашаются заниматься, можно попросить вас пофотографировать. Вам потом будет забавно на себя посмотреть со стороны, как это все выглядело. Мы ставим ноги вместе. Складываем руки ладонями друг к другу. Опускаем плечи, сводим лопатки. На вдохе руки через стороны собираем вверх. Дотягиваем каждую руку в отдельности. И теперь на выдохе начинаем тянуться назад копчиком, а вперед животом. Пока только там, пока только эту часть тела. От нижних позвонков к верхним мы опускаемся телом вперед. Копчик назад, живот вперед. Теперь начинаем опускать середину живота. Теперь начинаем опускать грудную клетку. Теперь начинаем опускать шею. И только вместе с головой пошли руки. Только руки старайтесь не опустить раньше головы. И медленно, медленно, опять же не надрывая себя. Так, потягушечно утренне. Опускаем себя в положение головой вниз. Это называется падахастасана. Ну такая ленивая утренняя падахастасана. Мы себя жестко не вытягиваем. Мы ничего особенно не стараемся сделать картиночно правильно. Мы делаем все по внутренним ощущениям. По внутренним ощущениям посмотрите, что сейчас с вашими плечами. Если вдруг они наехали на шею, то оттяните их назад. Теперь по внутренним ощущениям посмотрите, что с вашим животом. Если вдруг он вывалился, можно на него даже глянуть. Ага, вывалился, собрали, подтянули. Подтянулись прессом к ведрам. Дальше. По внутренним ощущениям посмотрите, что с вашими коленями. Кажется ровно. И посмотрели глазами. Опа, не очень. Выпрямили. Собрали лопаточки. Уже поза чувствуется, да, по-другому. Теперь еще делаем полные вдохи и выдохи. Не забываем дышать. Если вы не забываете дышать, я буду просто счастлива. Не забываем дышать. Опускаемся на выдохе с животом к бедрам. Еще больше с животом к бедрам. Плечи, лопатки удерживаем. Шею расслабили. Можно поболтать головой, чтобы вы были уверены, что шея у нас расслаблена. Так, хорошо. И еще на выдохе чуть ниже опускаемся. Да. Отлично. Опускаем руки в свободное падение, в свободное провисание. Заворачиваем руки на спину. Складываем их вместе. Берем себя за локти. Добавляем веса на спинку. Чуть больше опускаемся животом вниз. Теперь берем себя сзади в замочек. Тот же самый, пресловутый. Пальцы перекрещиваем. И потянулись замочком вверх. Оттягиваем плечи еще от шеи. Еще подальше от шеи. Еще. Посмотрели опять на свои колени. Ага. Подстегнулись. Выпрямили. И еще животом дотягиваемся вниз. Опускаем руки. Руки вгружаем в коврик. Можно близко от себя. Можно подальше сделать несколько шагов передним у краю коврика. Опускаем, вгружаем руки хорошенечко в коврик. Отходим назад ногами. И делаем так, чтобы вам было удобно стоять. У вас был хороший упор с теми четырьмя конечностями в пол. Теперь переносим вес тела на ножки больше. Раскрываем подмышки. По сути делаем кошку, да? Готовимся зайти в кошку. Раскрываем подмышки. Каждой подмышкой тянемся в пол. Каждая пяточка тянемся в пол. Собрали пресс. Прессом поднялись к бедрам. В передней поверхности бедра. Посмотрели на свои колени. Колени одно выпрямили, второе выпрямили. Можно поперетаптываться и таз. Попереносить вес тела на правую и на левую часть таза. На правую и на левую ногу. Перетаптываясь, выставляем таз. Так как вам удобно. Дотягиваемся вниз. Еще раскрываем грудную клетку. Еще раскрыли подмышки. Еще больше раскрыли подмышки. И теперь на вдохе. Мы оставляем левую ногу на коврике. А правую ногу поднимаем как можно выше воздуха. Дотягиваемся балетным носочком в потолок. Еще дотягиваемся на вдохе. Раскрываем пах. А потом делаем следующее движение, как собачка под деревом. Мы раскрываем коленку в стороны. Собираем мышцы правой ягодички. И раскрываем таз в сторону. Еще забрали. Теперь назад вывели ногу еще раз. И потянули ее верхним носочком, а пяткой. Ага. Стараемся, чтобы нога вверх не была прямая в колене. Вот насколько получается удерживать ее прямой в колене. И теперь делаем еще один замах. И проносим ногу вперед. Ставим между руками. Оп. И встали. В этом положении мы делаем несколько пружинящих движений. Сейчас чуть отползу назад, чтобы вам было хорошо, не видно. О! Отлично. Делаем несколько пружинящих движений, чтобы ближе к пахам потянуться к полу. Да? Переносим вес тела чуть вперед на ногу переднюю, чуть назад на ногу заднюю. Вне зависимости от того, как у вас задняя и передняя. И делаем несколько таких перекатов. Опираемся на левую руку. Если мы сейчас стоим правой ногой вперед, то левой рукой мы упираемся в пол. Правую руку мы выводим вверх в потолочек. Потянулись всеми пальцами в потолок. Собрали сзади лопатки. Верхняя лопатка потянулись к позвоночнику. И заворачиваем в позвоночник так, заворачиваем его вокруг своей силы, так, чтобы грудная клетка потянулись вверх в потолок. Оп. И за плечами пошла грудная клетка. Посмотрели на кончики пальцев своих. Постарались сделать так, чтобы задняя нога была прямая в колене. При возможности дотягиваем пятку назад. Поставили руку на место. Теперь делаем следующее. Перед нами правое колено. Мы на него смотрим. Это наше колено, мы его довольно знаем. Но ныряли ли мы когда-либо под него, это вопрос. Сейчас будем делать. Заносим руку правую под правое колено. Рука была снаружи, теперь рука будет внутри. И опускаем корпус вперед. Если вдруг у вас получится, можно занырнуть под правое колено поглубже даже плечом. Но это так, на любителей. Можно просто локтем занырнуть под правое колено. И теперь начинаем два локтя тянуть к коврику. Опять чуть подпружинивая. Оп. Опускаемся задней ногой на коврик. Ставим два локтя перед собою сейчас. Пойдем переднюю ногу перед собою. И отдыхаем. Кладем тело вперед. Выстилаем его вдоль коврика. Кладем грудную клетку. Кладем голову. Отдыхаем. Под весом тело растягивается опах. Делаем несколько глубоких вдохов-выдохов. И на каждой выдохе стараемся левую подвздошную кость. Вот эту. Дайте ногу ближе к полу. На вдохе приподнимаем тело над ковриком. Опираемся на руки. Забираем переднюю ногу. Если получается забрать ее без рук, вообще великолепно. Если нужна помощь рук, добавляем руки. И оп. Выводим ее назад. Выходим опять в кошку, из которой мы заходили в это положение. Вспоминаем. В кошке можно... Я сейчас стану бочком. В кошке можно чуть-чуть поперетаптываться. Поперетаптываться. А потом уже начинать ее простраивать. Раскрываем хорошо подмышки. Коленки согнуты. Каждой коленкой в отдельности. Проминаем подколенную область. Пяточками дотягиваемся вниз. Еще раскрываем подмышки. Подтянулись прессом к бедрам. Пятками дотягиваемся в пол. Еще чуть больше. Еще тазом простроились. Так, чтобы вам было удобно. Оп. Хорошо. В этом положении. Кошки. Приподнимаем вверх. Теперь левую ногу. Делаем все то же самое. Весь тот же комплекс на левую ногу. Приподнимаем левую ногу носочком балетным в потолок. Стараемся сделать так, чтобы колено было разогнуто. Еще выше приподнимаем. А теперь сгибаем колено. Разворачиваем таз в сторону. Как какое-то животное, которое пришло пометить свою территорию. Раскрываем колено вверх, пяточку вниз, таз в сторону. И опять заворачиваем ногу назад. Пяткой вверх, теперь они носочком. Делаем хороший замах. Еще чуть больше вверх замах. И проступаем левой ногой между руками. Между руками просели. Поставили стопу. И начинаем делать пружинищие движения тазом вниз. Есть. Каждое движение чуть ниже пах просаживается к коврику. Теперь переносим вес тела на переднюю стопу, на заднюю стопу. Переднюю, заднюю. Так, так. Хорошо. Еще дальше. Теперь опираемся на правую руку. Левую руку вводим в потолок. Ровно в потолок. Потянулись каждым пальцем. Давайте встану тоже бочком, чтобы было понятно, что мы делаем. Пальчиками тянемся в потолок. Очень хорошо в потолок. Теперь собираем лопатки. Разворачиваем грудную клетку вверх. Посмотрели на кончике своих пальцев. Не переразогнули руку. Рука прямая в локте, но не переразогнутая. Еще на выдохе скручиваемся. На вдохе наполняем грудную клетку воздухом. На выдохе скручиваемся. И еще на выдохе докручиваемся. Хорошо. Опускаем руку. Теперь мы подныриваем руку. Левую. Закладываем себе под ногу. Подныриваем. Можно поднырнуть локтем. Можно плечом. Как получается, как хочется. Поднырнули. Достаем руку. Опускаем локти ближе к коврику. Опускаем. Кладем локти на коврик. Кладем ногу перед собой. Кладем ногу так, как вам удобно, как получается. Можно пяткой к паху. Можно пяткой чуть подальше от паха, если вы хотите больше потянуть паховую область. И теперь из этого положения мы аккуратно себя от нижних позвонков к верхним кладем на переднюю ногу. Если получается в таком положении, класс. Если получается вообще лечь феерично, тем больше мы положили корпус вперед, тем больше мы потянем паховую область, направляем туда внимание. Если ощущаете, что это потянулось, прям приятно потянулось, все внимание в эту зону и глубоко продышим. Вдох, выдох. Основной принцип, если вы хотите дочувствовать телесные ощущения, энергетизировать ту зону, с которой вы работаете, чтобы это было не просто физзарядкой, а это было таки хатха-йогой. Мы постоянно удерживаем внимание на дыхании и внимание на том месте, которое мы сейчас прорабатываем, в данном случае протягиваем за счет веса тела. Приподнимаемся от коврика, переносим вес тела на руки, выводим ногу опять назад и опять выходим в ту же самую кошечку, в которой мы были изначально, опять перетаптываемся. И опять потянулись под мёжками вперед, копчиками вверх. И переходим в передний упор. В переднем упоре. Мы держим кисти под плечами. Собираем ягодички, вдавливаем каждую ягодичку друг в друга. Собираем пресс. Опять посмотрели, пресс есть. Собираем лопатки. Оттягиваем плечи назад. Шею удлиняем. Макушку потянулись вперед, смотрим лицом в коврик. В переднем упоре приподнимаем пяточкой вверх правую ногу. Пяточкой вверх в левую ногу. Теперь две ноги остаются на коврике. Ничего не приподнимаем. Опускаемся на колени. Сейчас мы сделаем чуть усложненный передний упор. Чуть-то вываливаемся из уха. Мы будем из переднего упора делать разные финты ногами. Но постарайтесь при этом тело все так же в переднем упоре и удерживать. То есть мы не вываливаемся в какое-то другое положение. Не вываливаемся тазом вверх или тазом вниз. Заходим еще раз в передний упор. Простраиваем пять ягодичек. Прямые колены ягодички. Пресс, лопатки, плечи назад, мукушка вперед. И будем подносить правую ногу к правому локтю, левую ногу к левому локтю попеременно. Оп. И оп. Потом куда-то ползем. Отдыхаем. В переднем упоре простом отдыхаем. Теперь будем подносить правую ногу и левую ногу к груди. Оп. И оп. Несколько раз. Удерживайтесь в переднем упоре. Не переходите в другую фигуру. Тело в одну линию. Хорошо. И опускаемся аккуратно на коврик. Отдыхаем. Чуть отползаем назад. Я отползаю назад. Вы можете не отползать. Я просто хочу, чтобы вы видели мое лицо тоже. Сейчас будем ползти. Опять же, ползти, как мы вначале бежали на месте. И мы будем ползти на месте. Мы опираемся на руки. И кладем голову. Можно положить голову, подбородок на руки. И сейчас будем ползти попеременно. Правую ногу заносим над полом. Но как можно ближе над полом мы ее проносим вперед. А потом опускаем назад. То же самое мы делаем левой ногой. Оп, мы проносим ногу как можно ближе к полу. Вперед. И потом кладем назад. Как кто-то в окопе ползает. И теперь попеременно. Правая нога. Левая. Вот такое с виду неочевидное упражнение, которое включает, задействует те самые неочевидные зоны. Можете потом завтра почувствовать, мышцы боковой поверхности тела. Потому как даже если вы ходите в зал и активно качаетесь, уж не сейчас, но занимаетесь активно физическими упражнениями, в это упражнение включает те самые мышцы, которые обычно не задействуются. Скульптура тела это одно, а осознанное владение телом разными зонами тела, всеми зонами тела, по сути, этим и занимается йога. Да? Хатха-йога. Окей. Садимся теперь. Садимся. Садимся, выкладываем ноги вперед. Поддерживаемся руками под корпус сзади. И приподнимаем левую ногу. Оп. Одну ногу. Опустили. Оп. Приподняли вторую ногу носочком вперед. Опустили. Еще по одной. Давайте я сяду бочком, тоже было видно, что понятно, что мы делаем. А корпус сзади поддерживается руками. Правую ногу подняли, левую подняли, левую подняли, правую подняли. Попеременно. Теперь добавляем движение рук. Левая нога, правая рука. Рука вперед идет параллельно к полу. Нога вытягивается лосочком. Одна. Правая нога, левая рука. Левая нога, правая рука. И наоборот. Делаем такие шаги в воздухе. Жадаю, переставитесь при этом как можно больше удерживать прямой позвоночник. Понятно, сложно удержать, когда у нас активно действуют две пары конечностей в рассинхроне. Но тем не менее. Теперь делаем следующее. Руки две удерживаем, руки две удерживаем, а ноги попеременно шагают. Правая, левая. Теперь собрали лопатки и плечи назад. И продолжаем шагать. Правая, левая. Правая, левая. Можно делать медленнее, чтобы не сбивалось дыхание. А теперь еще чуть-чуть усложняем. Две ноги. Две руки. Потянусь грудью вперед, животом вперед. И еще чуть. Если тело дрожит хорошо. Еще чуть больше потянулись. Макушка назад, плечами назад, плечами вниз. И лопатками друг друга. И чуть выше ноги приподняли. Опустили. Хорошо. Переворачиваемся на живот. Отдыхаем. Можно положить голову на руки. Отдохнуть. Расслабить полностью тело. Потом же мы сейчас еще одну штучку сделаем. И еще немножко это тело напряжем. Даже не напряжем, а потянем. Таким образом. Упираемся сейчас подбородком в пол. Кулачками тоже в пол. Тянемся правой ногой носочком назад. Опускаем. Тянемся левой ногой носочком назад. Опускаем. Теперь делаем еще один подъем правой ногой, но чуть выше. Нога на подвздошной кости. Коленка прямая. И попеременно делаем шаги назад. Но каждый шаг все больше амплитуды. Раскачиваем ногу вверх. Вверх. Еще вверх. Собираем сознательные ягодички. Попеременно. Ту самую ягодичку, которая поднимает ногу. Собираем. Ногу вверх дотягиваем. Пресс собран. Вдавливаем его в пол. Одну ногу. Вторую. Еще. Еще. Теперь собираем две ноги. Собираем две ноги. Опять опираемся подвздошными костями в пол. Собираем плечи. Собираем лопатки. Чтобы мы не скручивали спину. Да, мы не провоцировали себе сутулось. Руки, кулачки лежат на полу, а плечи уже собраны. Приподнимаем еще ноги выше. Если вы ноги расставили в стороны, соберите их вместе как можно ближе. Получается собрать их совсем кулац. Если чуть широко, тоже ничего. Если очень широко, широко. Не нужно. Подсобрали. Еще. Собрали плечи. Выводим руки параллельно полу пальчиками назад. Собрали лопатки. Макушка перетянулись вперед пальчиками назад. Еще больше. Собрали лопатки. Собрали пресс, чтобы сейчас не перенапрячь поясницу. Еще пресс собрали. Пресс давили в пол. И грудная клетка потянулась вперед. Плечи назад. Лопатки вместе. Пальцы назад. Макушка вперед. Шею удлиняем. Не малодушничаем. Не падаем. Не выходим из асаны раньше. Раньше времени. Время еще не пришло. И еще делаем вверх. Вниз опускаемся. Хорошо. И теперь в так называемом позе отдыха мы садимся. Мы из положения на четвереньках. Ставим ноги в стороны. Коленками. Опускаемся ягодичками на пятки. Животом проваливаемся в коврик. Разгрываем подмышки. Потянулись подмышками в пол. Отдыхаем. И подгребаем каждым пальцем в отдельности по коврику вперед, чтобы удлинить руки. Еще подгребаем. Еще подгребаем подмышки в пол. И стараемся ягодичек не отрывать. Восстанавливаем дыхание. Если вдруг оно сбилось. И снова становимся на четвереньки. На четвереньках переваливаемся тазом вправо-влево, собирая поочередной ягодички. Включаем круговые движения попеременно плечами. Добавляем движения лопатками. Добавляем движения шеи. Поставляем вправо прямую ногу, носочком в пол. Потянулись. Правой ногой раскрываем зону паха. Есть. Ставим ногу назад. Левая нога носочком в пол. Раскрываем зону паха. Потянулись. Так, чтобы почувствовали натяжение во внутренней поверхности ноги. Прямую сейчас. Хорошо. И еще раз в ту самую кошку, в которой мы сегодня так много стояли. Еще раз в нее выходим. Мы сейчас из положения четвереньков. Подворачиваем под себя носочки. Руки никуда не отводим. Выводим тело копчиком вверх. Сначала, помните, согнутыми коленками. Раскрываем подмышки. Дотягиваемся пятками в пол. И если получается, если есть вдохновение, выбрамляем колени, опускаемся пятками в пол. Ну, совсем. Хорошо. И аккуратно садимся. Садимся на коврик. Мы сегодня славно с вами потянулись, подышали. Тело взбодрили. И сейчас еще продолжим чуть-чуть подышим. Взбодрим еще дыхательную систему пранаямами, дыхательными техниками. Сейчас делаем полное йогурское дыхание. Выравниваем дыхание. Если это опять вдруг она сбилась, пока вы делали асаны, выстраиваем корпус. Помните, если мы начинаем дышать пранаямы в согнутом, скорюченном состоянии, негармоничном, мы надолго в таком состоянии не будем. Мы энергетизируем ту выстройку, ту осанку, в которой мы находимся, когда мы начинаем дышать пранаямы. Поэтому внимательно сейчас просмотрите тело. Возможно, визуально, но лучше по ощущениям закрыть глаза и просмотреть себе от копчика до макушки. Весь плосночек вытягиваем в струну. Собираем пресс. Собираем лопатки. Опускаем плечи вниз. Оттянули основание черепа назад. Удлиняем шею, макушку вверх. Все пальцы дотягиваем. Локтевые ямки внутрь. Руки прямо и в локтях. Концентрируем внимание на зоне межбровья. И дышим капалабхати. Короткие выдохи животом. Каждый выдох делается резким сокращением брюшной стенки. Дышим только животом. Грудную клетку в этом дыхании не задействуем. Не могу с чем не спрятать. Станавливаемся. Продолжаем дышать. Хорошо. Заканчиваем. Складываем девочки левую, мальчики правую руку в йони мудру. Это середина ладони прикрывается указательным и средним пальцем. Остальные пальцы растопыриваются в сторону. Получается вот такая коза. Эту козою мы будем сейчас перекрывать на наши ноздри. Следующее дыхание, которое мы будем дышать, проноявно называется англомы-веломы. Мы будем вдыхать правое ноздри. И когда вдыхаем правое ноздри, левое ноздри чуть прикрываем большим пальцем. Выдыхаем левое ноздри, прикрываем другим, безымянным пальцем, если честно. Теперь вдыхаем этой же ноздри, выдыхаем другой. Вдыхаем этой же, выдыхаем другой. Взутим мы меняем ноздри перед выдохом. Дыхание тихое-тихое, неслышное. Как будто вы нюхаете цветочек. Такое тихое дыхание, чтобы вы не слышали даже сами себя. То есть оно не интенсивное, оно наоборот успокаивающее, расслабляющее. И начинаем дышать. Вдыхаем правое ноздри, выдыхаем левое ноздри, меняем ноздри, выдыхаем правое. Вдыхаем правое ноздри, меняем ноздри, выдыхаем левое. Во время дыхания англомы-веломы стараемся проследить воздух, который приходит по дыхательным плечам. Слизистая носа, носоглотка, трахеи, бронхи легкие, как заполняются воздухом. На выдохе прослеживаем путь воздуха из легких вверх по всем отделам дыхательных путей. Постарайтесь прочувствовать температуру воздуха, входящую в ваши дыхательные плечи. Может быть его запах. И очень-очень тихо дышим. Очень-очень тихо дышим. Очень-очень тихо дышим. Постепенно заканчиваем. Закрываем глаза. Складываем опять руки джина на мудру. Распределяем все внимание по телу. По всему телу. От макушки до кончиков пальцев конечности. Актуализируем свои физические ощущения, свое физическое состояние. Как вы себя ощущаете. Насколько эти ощущения отличаются от того, какими они были. Как тело ощущалось в начале занятия час назад. Если вы занимались с самого начала до самого конца. Закрываем поля руками. Складываем руки ладонями друг к другу. Складываем перед грудью. Рассматриваем контуры тела. Свою поверхность тела. Актуализируем физические ощущения. Ощущения вашего здоровья. Вашей наполненности. Энергетичности сейчас. Актуализируем эмоцию сейчас. Все внутренние ощущения. Втягиваем в себя. Ничего не оставляем в пространство занятия. Складываем руки. Перекрещиваем их пальцами. Делаем мудрое намерение. Направляем его на солнечное сплетение. И вспоминаем все ваши дела. Актуальные цели, задачи на день. Что вы собираетесь делать. Направляем все туда внимание. Сейчас пока вы целостно, энергетично. Не раздерганы. Бодры. Направляем туда все свое внимание. И формируем настрой на день. После бодрого начала дня. Складываем руки и ладонями друг к другу. Мы с вами благодарим за занятие себя. За то, что посвятили себе утро. Целый час. Спасибо, друзья. За то, что были все это время со мной. Очень приятно было вести трансляцию из Грузии для вас. Присоединяйтесь. Каждое утро, получается, кроме субботы. Присоединяйтесь к нашим трансляциям. Каждое утро будут разные занятия. Мне будет очень приятно, если вы напишите фидбэк. Особенно приятно. Просто феерично было на прошлой неделе. Когда вы присылали еще и фотографии, как вы занимаетесь сами. Занимаетесь с детками. С котами. Каждый по-своему сделал в клан, чтобы визуализировать. Я чувствую, я действительно чувствую каждого. Но когда вы еще и присылаете, это очень и очень феерично. Спасибо, друзья, что были сегодня со мной. Хорошего вам дня. И приходите к нам в кастро. Увидимся.